Доброе утро! Сегодня замечательный день, в первую очередь замечательная погода. Да, именно замечательно. Пасмурно, прохладно, главное никакого солнца. А значит ничто не может помешать мне выполнить взятное на себя обязательство. Ведь в этот раз я совмещаю приятное с полезным. Ну, яркое солнце мешает съемке. С одной стороны, я продолжаю знакомство с окрестностями Банска. Уже ролики о серебане, разлоге и добрильничте можно посмотреть на моем канале. А с другой стороны, наши израильские знакомые, побывав у нас в городе, прямо заболели местными красотками и решили тут поплатить свою давнюю мечту, построив или купив дом в каком-нибудь уединенном селе, недалеко от Банска, и обязательно налоги красивой природы. Кстати, вообще просто некрасивой природы в Болгарии просто нету. Меня же они попросили объехать близлежащие деревни и составить свое мнение о них на предмет проживания двух не очень притязательных и не боящихся физической работы людей, положительно относящихся также к одиночеству. Идея мне показалась, честно говоря, странной, но почему бы не выставить свое мнение? В разговорах также мелькала близость к величайской границе, что заставило меня обратить внимание на дорогу в сторону Гоцедельча. В качестве примера я выбрал три села. Села Гастун, Абедин и Осинова. Ну, на карте можете посмотреть. Часть полного видеоотчета я выкладываю на канал. Ну, а самый полный вариант, естественно, заказчиком. Как видно из карты, первая остановка у нас это село Гастун. Сразу скажу, что про него известно не так много. Своё название он получил, кажется, от имени какого-то языческого князя. Источники в интернете об этом говорят как-то глухо и, в общем-то, на этой версии, вообще-то, и даже не настаивают. В начале прошлого века тут в 100 домах проживало примерно 380 человек, все болгары. Сейчас число энтузиастов уменьшилось до 41. Село находится на высоте 1050 метров. И поначалу я даже опасался, что попаду в туман. Но обошлось. Кстати, дорога от поворота с шоссе до села почти приличная. Да, что там почти? Можно сказать, вообще нормальная. Лишь бы зимой от снега исправно очистили. А вот и село. Мои опасения, что единственным целым сооружением тут окажется эта трансформаторная будка, не оправдались. В селе может быть не очень отчетливо, но все же заметны следы человеческой деятельности по некоторому его возрождению. Мы останавливаемся возле сельской достопримечательности аутентично восстановленного дома времен болгарского возрождения. Сейчас тут маленький отель, то не отель. В общем, какой-то странноприимный дом. Называется Старая Македония. Выглядит очень неплохо. Но мы прогуляемся и уже можно ехать назад. Можно сказать, на осмотр всего села мне не понадобилось много времени. Даже непонятно, где тут помещалось сто домов. Включив все воображение, я вообще-то могу представить наших знакомых, живущих здесь. Но, в общем, я не буду делать никаких выводов. Все видеоматериалы они получат, а дальше будут решать сами. Ну что, следующая цель нашей миссии – село Обидим. Да, такое село с немного странным названием. В общем-то, оно образовалось, вообще говоря, в 14 веке. Образовали его... Последствия люди, которые его населяли, целиком отказались принимать мусульманство. И с тех пор, исторически, здесь живут преимущественно болгары. В начале века тут жило около тысячи человек. 1019, по-моему, по переписи. И сейчас Википедия говорит нам, что тут живет 84 человека. Небогато. Но это не повод, чтобы отказываться посмотреть его. Давайте взглянем, что там какая же. Так, ну, картина та же самая. Дорога средняя. Если ее зимой чистят, то вполне проезжая. Но тем более проезжая сейчас. Находится на высоте 1200 метров. То есть, в общем-то, довольно высоко. Ну, и вот, как сказал нам указатель, в шести километрах от шоссе. В общем, довольно неплохое расположение. Ну, а про природу я обещал не говорить ничего. И Канар говорит сама за себя. И вот мы в деревне. Лучше в болгарских традициях она начинается с храма. Это храм святого Николая Угодника, построен в 1842 году. Ну, как я уже сказал, население деревни искренно состоит из болгар, которые отказались принимать мусульманство. И сейчас здесь живут болгары, ну, болгары-христиане. Кстати, в относительной близости от села есть даже монастырь святого Пантелеймона. По карте тут дорога не показана. Ну, если сможем, то, в общем-то, побываем так. Видно, что село немножко другого уровня, чем то, что мы видели до этого. Это центральная площадь, судя по всему. Так, в общем, все аккуратно. Следы. Разрухи, конечно, тоже видны. Ну, куда же без этого. А, это Кмецтва. Кмецтва община Банска и Кмецтва. Удивительно, в селе живет 84 человека, но есть Кмет. Насколько я знаю, по болгарским законам, Кмецтва – это населенный пункт, где население больше 150 человек. Ну, вот так вот. Мне сказали, что здесь есть еще аптека, ну, что здесь есть кафе, в котором, несмотря на ранний час уже, может, посидят люди. Это я вижу, аптеку пока не видел. Ну, что две разрухи есть, да, действительно. Куда от этого? Я так и не знаю, то ли денег не хватает, то ли желания нету. Ну, не мне судить. Люди привыкли так жить. При общей красоте – это, конечно, сильно бросается в глаза. Природа, воздух, вода – все шикарно. А вот еще одно кафе. Да, в смысле кафе посидеть тут неплохо. Я не буду особо гулять, уже и так видно. Меня просили, о, видите, этот дом нельзя. На, его, наверное, уже не восстановишь. Рушить надо. Я не буду особо гулять по селу долго. Меня просили не искать дом, а просто создать свое впечатление о месте. Ну, вот, судя по центральной площади, да, жить здесь можно. Возражения те же самые. В нашем возрасте немножко проблематично такое, относительно отоменное жилье. А так здесь, пожалуйста, все есть. Короче, с чувством выполненного долга мы отправляемся в обратный путь. Но, естественно, в тот пантилемоны решили не заезжать. Погода непонятна. То ли налаживается, то ли это мышление. Заленился. О, кстати, вид этой вышки напомнил мне, что особо отметили люди, с которыми я разговаривал, что интернет в этом поселке очень хороший. А теперь я вижу, почему. Обратная дорога такая же живописная. И даже вот еще лучше получилось. Нам надо проехать опять до шоссе и повернуть, там проехать немножко, я думаю, метров 500. Поскольку все эти поселки находятся в окружении реки и одноименного поселка места. Так вот, там мы повернем налево и отправимся осматривать село Осенево. Кстати, по карте там есть еще одна достопримечательность. Называется свадьба. Ну, будет повод заодно ее посмотреть. Ну, что сказать. Не поехали мы в этот день смотреть еще одно село. Пошел дождь, и мои восторги по поводу облачной погоды немного поутикали. И мы отложили осмотр села Осенево до более благоприятной погоды. Оно наступило через пару дней. И вот мы едем. Как я уже говорил ранее, поворот на Осенево в центре села Место. Отсюда до нашей цели по указателю ровно 5 километров. По дороге в одном километре от поворота вполне себе живое село Филиппово. Но мы не останавливаемся. Село слишком близко от шоссе, и нет, по выражению наших друзей, аура одиночества и явно видимых концов природы. Поэтому его из списка вытернули. Двигаемся дальше. И пока едем, несколько слов о самом Осеневе. Как и предыдущее село, которое мы рассматривали, оно было образованным болгарами, берегавшими от турецких завоевателей. В основном из местности Чепина в этой месте сейчас располагается Веллинград. В конце XIX века, по неизвестной мне причине, жители деревни переселились на 6 километров на юго-восток, то есть на нынешнее место. Деревня быстро росла. В конце XIX века население составляло чуть больше 1800 человек. Жили здесь в Болгарии христиане, и, кстати, в Болгарии мусульмане тоже. Выходцами из этой деревни была построена еще одна деревня с таким же названием, но ближе к Болгарииграду. А также, как это не смешно, еще одну деревню они построили в трех километрах от Варны. Очень непоседы были такие. В XIX век с его восстаниями и войнами вносят свои коррективы в демографии села, и сейчас там проживает всего 48 человек. На подъезде к селу можно увидеть уникальное природное явление скальный массив свадьбы. Вон он виден там, вдалеке. Однако рассмотрим мы его чуть позже. Так как мы уже въезжаем в село, и для экономии времени, и для большей наглядности я предлагаю кинуть его взглядом с высоты птичьего полета. Или я не нашел ни магазина, ни аптеки, ни вообще каких-либо следов инфраструктуры. Спросить, честно говоря, было тоже не у кого, поскольку все 48 человек, жители этого села, попили в 1521-е годы, куда-то попрятались. Единственный прохожий, который я встретил, была моя жена. Церковь святого архангела Михаила, построенная в начале прошлого века, тоже оказалась закрытой. Хотели воспользоваться случаем и посмотреть там, по рассказам очевидцев, хранятся несколько уникальных икон банской школы иконописей. Но не удалось. В следующий раз. Вверху красные крыши села придают ему упокаивающий идиллический вид. Хотя, при ближайшем рассмотрении трудно скрыть следы упадка и, в общем-то, разрухи. Ну, а мы, завершив все, что намечено на сегодня, отправляемся в обратный путь. При этом, как я и обещал, мы познакомимся с уникальным природным явлением, скальным массивом под названием «Свадьба». При этом, как водится в подобных случаях, дело рук природы сопровождает легенда, сложенная людьми. Она незамысловата и рассказывает о том, что на одной свадьбе произошла ссора и свекровь, обидевшись на всех, на весь мир, крокнула их гостей, я так понимаю, не только гостей, а и своего сына с невестой и превратила их в скалы. Ну, вот такая вот цикловь. Если честно, то я, облазив и опотографировав там все вокруг, не нашел ничего похожего в этих скалах на какие-то человеческие образы. Или свадьба была такая, или такие. Ну, в общем, я предоставляю эту возможность поискать что-то похожее вам. Ну, а пока прощаюсь. Как всегда, до встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok